Это в самом прямом смысле учебные чемоданы. Работу системы шлифовали с привлечением добровольцев, которые играли роль пассажиров. Багажную систему называют сердцем аэропорта. Если она отлажена, то на необходимые действия пассажир тратит минимум времени. В новом аэровокзале 13 стоек регистрации предусмотрена одна для тех, кто заполняет форму онлайн. В этом случае достаточно будет просто сдать багаж. Здесь планируют в ненавязчивой форме инструктировать пассажиров, какие предметы лучше убрать в багаж, на что может среагировать металлоискатель. Мы постараемся при входе сделать такие смешные, беззлобные штуки, которые показывают, что тут у тебя ремень, тут у тебя ключи. Не забудь, все скомпоную. Для желающих перекусить есть кафе, где комплексный обед будет стоить порядка 500 рублей, а также более изысканное заведение. Вип-зал на 60 мест. Площадь нового терминала порядка 12 тысяч квадратных метров. В два раза больше, чем у старого аэровокзала, который в прошлом году принял около 1 миллиона 400 тысяч человек. Ожидается, что в этом году через новый терминал пройдет не меньше пассажиров. До этого два года подряд прирост составлял порядка 20-30%. Весь потенциал развития и по площадям, и по мощностям, и по инфраструктуре внутри. Соответственно, этот терминал на многие годы – это самое главное. То есть это планирование с определенной перспективой. На стойках детские рисунки. Анапа была и остается главным детским курортом страны. Около 10% пассажиров прилетают и улетают организованными группами. Работа с ними отлажена. В сезон аэропорт ежедневно принимает порядка 50 рейсов со всей России. Это уровень регионального центра. В прошлом году здесь приняли почти 450 чартеров. Пять лет назад, если бы кто-то сказал, что Анапа – чартер, ну это было бы просто непонятно. На сегодняшний момент уже 850 средств размещения прошли классификацию. И туроператоры наши, которые в былые годы очень как-то неохотно хивали головой и говорили, ну что это такое, Анапа приезжает и нормального терминала нету для приема гостей. И сразу выходит на улицу. То есть, ну мы немножко отставали по воздушной гавани. Сейчас мы, город-курорт Анапа и санаторно-курортный комплекс в полном комплексе может отдать то качество, которое ждут гости от нас. На сегодняшний момент остались последние штрихи открытия нового терминала, намечено на 31 мая.